Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 1 сентября, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из 2-го послания святого апостола Павла к Коринфянам, глава 11, стихи с 5 по 21, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. «Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжиапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, а как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, что скажу по неразумию, смею и я». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня пятница, 1 сентября, и мы с вами читаем отрывок из второго послания святого апостола Павла Коринфина, глава 11, стихи с 5 по 21. Сегодня 1 сентября, и для многих из нас это, конечно же, день знаний. Многие из нас студенты, многие из нас помнят, что такое студенчество, да и мы с вами, дорогие братья и сестры, на самом деле здесь тоже учимся. Мы учимся познавать Писание, мы учимся слышать Господа, слышать Его волю, которая изливается на нас из священного Писания. Поэтому сегодня помолимся о том, чтобы Господь укрепил нас, вразумил нас, вложил в наши сердца помысел добрый, действительно проходить поприще изучения Писания, поприще обучения с завидной, так сказать, ревностью и завидным рвением. Потому что, конечно же, церковь была крещена, но не была просвещена. Это известное расхожее мнение. И, конечно же, нам нужно сейчас, имея такие возможности, имея вот так вот на расстоянии, говорить о Слове Божьем беспрепятственно. Никто не препятствует нам на законодательном уровне, нигде нам не запрещают нести Слово Божие, как было буквально 30-40 лет назад. Церковь, слава Богу, сейчас не так гонит. Хотя есть, конечно же, территории на земле, где еще есть гонения на церковь, есть притеснения со стороны государства. Не будем сейчас об этом говорить, но мы все прекрасно знаем, о чем идет речь. Поэтому возблагодарим Господа за возможность хотя бы так прикасаться к божественной мудрости. И сегодня апостол Павел продолжает свою отповедь в 11 главе посланий к Коринфянам и продолжает говорить Коринфянам о том, почему он не берет с них денег. И здесь довольно-таки пространный текст, очень много стихов, более 10, где говорится о том, что мы видим косвенно, какие выдвигаются против апостола Павла обвинения. Его обвиняли, что он никакой не высший апостол, что он всего лишь, так сказать, знаете, как есть такое выражение, прикоснуться к подвигу. Вот он прикоснулся к подвигу апостолов, настоящих, высших апостолов. А сам он не является не апостолом, а просто выскочкой. Просто заимел удачные связи и пользуется этим себе в угоду. Вот такую клевету воздвигали на апостола Павла, против чего он говорит, что думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я невежда в слове, но не в познании. Его также обвиняли, что он говорит косноязычно, говорит плохо, но в познании божественном у него нет недостатка. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. На самом деле, коринфянам нет нужды слушать никого, потому что апостол Павел перед ними раскрыт, как на ладони. Они знают его всего. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмезно проповедовала вам Евангелие Божие? Задает такой риторический вопрос. В чем здесь унижение? Я не брал с вас ни одного таланта, ни одной монеты я не брал у вас за проповедь. И этим я вас унизил? Спрашивает апостол Павел. Нет, на самом деле, в этом нет никакого унижения. Другим церквям причинял я издержки, получая от них содержание для служения вам. Действительно, у него были очень близкие отношения с церквями Македонии, от которых он и получал некие пожертвования, чтобы, так сказать, оставаться материально на плаву. Потому что помимо проповеди апостол Павел еще и жил в Каринфе. И это требовало каких-то финансов. Он сам трудился, но и получал какой-то первоначальный капитал для того, чтобы обустроиться в Каринфе. И этот капитал обеспечила апостолу Павлу македонская община. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. То есть я продолжу жить таким же способом и так же проповедовать. Почему же так поступая? Потому лишь, что не люблю вас, Богу известно. А Богу известно, что очень любят апостол Павел Каринфин и всех, кому проповедуют. Но как поступая, так и буду поступать, чтобы не дать повода, ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Оставаясь в той же парадигме системы своей проповеди, то есть он не берет деньги с тех, кому проповедует в данный момент. Вот, соответственно, он так и остается, дабы посрамить тех лжиапостолов, которые этим пренебрегают, дабы у людей была возможность, скажем так, отличить добрые плоды от плодов лукавых. Апостолов от лжиапостолов. Ибо таковые лжиапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, но конец у них будет по делам их. То есть на самом деле они принимают вид апостолов, собирают пожертвования, которые люди охотно им дают, остаются таковыми. Но проповедь их тщетна, проповедь их нерезультативна, и дела их вскроются. Помните, как слова спасителя в Евангелии от Марка, если я не ошибаюсь, все тайное становится явным. Поэтому по делам их будет их конец. Как у Иуды был конец по его делам. Как поется в богослужебных стихирах на Страстной Седмице Иуда, раб и льстец. И вот эти вот лжиапостолы, рабы и льстецы, которые своей выгодой готовы оклеветать любого делателя Божия. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если так, то примите меня как неразумного, чтобы и мне столько-нибудь похвалиться. Апостол Павел здесь вынужден хвалиться своими мистическими якобы откровениями хвалились вот эти лжиапостолы. И апостол Павел не хочет хвалиться сам по себе. Он говорит, как будто бы восприньте меня как неразумного человека. Ибо то, о чем я скажу, вот разумный человек не будет об этом хвалиться, он не будет об этом рассказывать. Но вы меня вынуждаете об этом сказать, поэтому примите меня как больного, как неразумного. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Я сделаюсь, опять же таки, я не обвиняю апостола Павла, ни в коем случае не подумайте, не называю его больным, но апостол Павел сам надевает эту маску и уродство на себя. Потому что, скажем так, здесь такая ирония, тонкая ирония апостола Павла. Вы принимаете вот этих вот больных людей, лжиапостолов, которые лукавят, которые с двойной совестью обманывают вас и так далее, и так далее, и так далее. Я тогда тоже как будто бы приму их сторону. И вот сквозь призму этой стороны, коль вы слушаете таких людей, я тоже сделаюсь немного таким человеком, чтобы вы меня послушали. Вы терпите, когда вас кто порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К цеду говорю, что на это у нас не доставало сил. Вот на это апостол Павел не доставало сил и никогда не будет доставать. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то то, да, говорит апостол, скажу по неразумию, смею и я. Смеет и апостол Павел. У него тоже есть что сказать, коль скоро вот эти лжиапостолы хвастаются какими-то своими достижениями. Апостол Павел, опять же таки, он подчеркивает, в неразумии, уподобляясь этим безумцам, тоже будет этим хвалиться, потому что ему тоже есть что сказать. А вот что будет говорить апостол Павел, мы узнаем с вами далее. Поэтому сегодня мы видели вот эту защиту апостола Павла своего апостольства перед нападками лжиапостолов. Будем слушать Священное Писание, будем видеть то напряжение церковной жизни, которое было и которое никуда на самом деле не делалось для того, чтобы выдержать это напряжение, чтобы остаться верными прежде всего Христу во всех бурях и нестроениях сегодняшнего века, нам необходимо быть внимательными слушателями и делателями на Ниве Божией. Боремся с грехми, живем в покаянии и любви к ближнему. Читаем Священное Писание и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова